нет дыма без огня за сутки в бобруйске погибли три человека вот очень жалко человека хороший человек был злой рок или человеческая беспечность брат ты мой а хлеб ешь свой следователями возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере двое бобруйчан украли и спрятали фуру но от людей на деревне не укрыться и больший груз все-таки нашли за правое дело стоит смело в могилёве наградили школьника который пытался задержать бандита с ножом это гордость молодежь такая сознательная как это было это сирена громкие чипы за неделю и страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте огненный уикенд пожар на кирова поднял на уши весь форштад хозяин сгоревшего дома после неудачных попыток потушить пламя оказался на больничной койке а за день до этого полыхала комната в общежитии спасатели эвакуировали 14 человек в том числе трех детей ольга васен да по следам возгораний вой сирен и крики на всю округу разбудили светлану гертман среди ночи женщина тут же выбежала на улицу где от зарево было светлом будто день на дворе причиной стал соседский дом который к тому моменту уже вовсю полыхал местная жительница уверяет если бы не оперативность спасателей загорелась бы ее жилище горела как свеча это было дикий ужас испугалась так что сейчас даже не знаю вот руки как ватные ноги как ватные хозяин еще до приезда огнеборцев пытался потушить пламя сам как и только ожоги 20 процентов тела мужчину госпитализировали в причинах возгорания сейчас разбираются специалисты еще вчера здесь кипела жизнь сегодня дом выглядит как из фильмов ужасов вместо крыши обгорелые обломки на смену красивому фасаду черные доски кажется жить здесь еще долго никто не будет за день до этого чипы случилось на ульяновской здесь на восьмом этаже общежития загорелась комната на тушение были брошены все силы сотрудников мчс спасатели эвакуировали 14 человек в том числе трех несовершеннолетних версии чипы несколько неосторожное обращение с огнем и детская шалость спасатели моментально фидировали возгорание результате которого повреждено постельной принадлежности и некоторые имущества в комнате пострадавших счастью нет в эту же субботу горел дом в деревне те уши бобруйского района к счастью внутри никого не оказалось расчеты мчс оперативно укоротили пламя огонь не успел переброситься на другие постройки пострадавших нет причина выясняется если после выходных статистика не пополнилась трагическими исходами то начало недели дало жару за сутки на пожарах погибли трое огонь унес жизнь молодой женщины и двух пожилых мужчин еще один человек в тяжелом состоянии в больнице в причинах трагедии разбиралась татьяна горбач жители назаровки до сих пор в ужасе от пережитого в понедельник в четвертом часу дня они заметили дым из-под соседской крыши бросились на помощь но трагедии избежать не удалось обгоревшее тело хозяина лежала во дворе потом увидели что полыхнул оттуда со всего дома уже черный дым вызвали сразу спасателей потому что там была еще женщина мы боялись уже туда зайти очень был черный угарный такой дым ну все спасатели приехали буквально за пару минут и скорая парень этот тяжелом состоянии вот мне соседка его уже тетка звонила говорит что подключили его в искусственную кому вели за жизни 41-летней женщины боролась бригада скорой помощи увы спасти ее не удалось по словам соседей пара употребляла и наркотики и спиртное мужчина 79 года рождения неоднократно судим нигде не работал и любил покурить в постели возможно пагубная привычка и стала причиной пожара опрошены соседи пострадавших назначено проведения пожаротехнических и судебно-медицинских экспертиз по данным фактом бобруйскими жирным отделом следственного комитета проводятся проверки все обстоятельства устанавливаются в этот же вечер сирены пожарных машин прорезали тишину на спартаковской запах гари почувствовали соседи они вызвали спасателей в доме жили двое хозяин и его брат пенсионер сотрудники мчс вынесли мужчин на свежий воздух однако медики констатировали смерть предварительная причина та же что и в первом случае здесь через дом от меня получается живут соседи человек немножко нужно употреблял спиртным я с ним вместе учился 14 школе когда-то он на год меня старше получается ну часто увидел по улице исходил ну частенько был не в трезвом виде вот очень жалко человека хороший человек был даже если он злоупотреблял ну что сделаешь жизнь у каждого своя с начала года в бобруйске произошло уже семь пожаров но человеческие жертвы огненная стихия забрала впервые за сутки сразу троих злой рок или людская беспечность в этом разбираются правоохранители татьяна горбыч станислав чечерин сирена пропала как иголка в стоге сена два брата дальнобойщика прямо из подноса увели чужую фуру милицию обратился житель речицы у него в начале декабря украли полуприцеп рефрижератор который находился на стоянке без тягача пропажу владелица ценил в 40 тысяч рублей сыщики отработав выезды из города и отсмотрев сотни гигабайт видео с камер видеонаблюдения установили похитителей двоих братьев бобруйчан 29 и 32 лет прицеп обнаружили на лесопилке недалеко от города младшего уже задержали а вот старшему удалось скрыться следователями возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере фигурантам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества смерть в кубе ска раскрыл подробности жуткой аварии под чаусами где три девушки сгорели заживо еще одна чудом спаслась трагедия произошла поздно ночью в конце ноября в чауском районе за рулем ауди была 25-летняя девушка на перекрестке она не справилась с управлением и врезалась в дерево от удара иномарка загорелась в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и две ее пассажирки погибли на месте еще одну пассажирку находившуюся на заднем сидении выбросила из автомобиля с травмами она доставлена в больницу следователи установили хронологию случившегося вечером девушки собрались культурно отдохнуть у своей 25-летней подруги домашнее застолье продолжилось припаркованной машине когда закончилось спиртное они позвонили знакомому и попросили отвезти их за добавкой на ближайшую азэс не дождавшись его приезда всего несколько минут нетрезвая компания уехала навстречу смерти 2 42 в чауске отдел по чрезвычайным ситуациям поступил звонок мы горим машина на новостройках быстрее подробно рассказать где находятся места аварии из-за шока девушка не смогла наряды мчс колесили по окрестностям города в поисках горящего авто и нашли его в нескольких сотнях метрах от чаус в кювете при изучении личности женщины водителя следователи установили что ранее она привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по результатам судебной экспертизы в ее крови обнаружено два с половиной промилле алкоголя автотехническое исследование показало что водитель превысила установленную скорость движения более чем на 28 километров в час за минувший год в могилевской области произошло 373 дтп в которых погибли 49 человек из них смерть 29 так или иначе связано с употреблением алкоголя казалось бы простая истина спиртное и дорога несовместимы но многие ее так и не усвоили татьяна горбач станислав чечерин сирена ответственность догнала маршрутчик не уступил дорогу пешеходу прямо перед сотрудниками гаи на советской 43-летний местный житель управляя автомобилем газ не уступил дорогу девушки на нерегулируемом пешеходном переходе и как назло все это произошло на глазах у сотрудников госавтоинспекции нарушитель привлечен к административной ответственности отвага рождает победителей в областном центре наградили школьника который пытался задержать злоумышленника с ножом 15-летний данила поздняк зашел в магазин когда в торговом зале во все орудовал неоднократно судимый житель кричева мужчина украл продукты и пытался скрыться подросток который не первый год занимается патиборьем не раздумывая бросился в догонку в ответ преступник стал угрожать холодным оружием и все таки сбежал вскоре он был задержан правоохранителями решил проявить себя слушать стороны и помочь обществе вообще было не очень страшно потому что я был уверен в своих силах я хочу закончить кадетское училище и пойти в милицию в отряд особого назначения это очень радует когда у нас есть такие подростки которые в последующем вырастут и будут сознательные граждане учить других естественно это гордость молодежь такая сознательная храбрый поступок школьника не остался без внимания за бдительность смелость и активную гражданскую позицию в присутствии одноклассников подросток награжден благодарностью и ценным подарком это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях я кристина рианц увидимся через неделю у нас есть